Когда ты имеешь определенную, или показываешь определенную социальную позицию, когда ты пишешь определенные вещи, определенная группа людей начинает тебе верить, начинает тебе просто массово скидывать информацию. В частности, вот проект 11, конкурс на 11 миллиардов, это не наша заслуга, добрые люди нам скинули, скажут, посмотрите этот конкурс. И вот здесь произошла совершенно такая же ситуация. Я к тому времени уже был достаточно известным блогером, я проснулся, я включил компьютер, я открывал почту и увидел письмо. В письме одно слово, помоги. И одна ссылка. Эта ссылка вела именно на это сообщение о том, что в Екатеринбурге неизвестные несколько дней безобразничали, подрезали машины, разбивали их, вымогали деньги, их никто не мог найти. Апофеозом их наглости стало то, что по дороге на, двигаясь в сторону Тюмени, они около города Богданович остановили машину и просто расстреляли ее с пидравматического пистолета, разбили стекла. Вот. И я не поленился, я залез на блок, не блок, форум Екатеринбургский, форум Е1, и начал там просто, а там горячо это все обсуждалось, и начал просто рыть информацию. Почитав минут 30, я нашел вот эту фотографию. А, да, менты говорят, что это были неизвестные, и номера машины невозможно установить. Я нашел вот эту фотографию, которую там разместили ребята. То есть, понимаете, вот, в чем, может быть, парадокс ситуации? Вот наша власть нам все время говорит, вы ничего не можете, вы никто, и звать вас никак, да? И вообще вы ничего не решаете. А людей вот нормально готовят помогать, их очень много. И вот эти люди, они по сути, по частицам собрали вот это расследование. И вот один сознательный гражданин, услышав о том, что вот есть такие беспредельщики, и запомним описание, он разместил эти фотографии в интернете. А вот дальше было уже просто дело техники, дальше дары. То есть, я когда увидел, почувствовал, что это те, кто надо, я, во-первых, внимательно прочитал весь форум, внимательно прочитал весь форум, а потом просто начал искать информацию. То есть, еще раз повторю, наш мир настолько пронизан сейчас информацией, что совершенно в открытых источниках можно найти очень много. Вот просто очень много. В частности, по номерам машин при желании можно установить их хозяин. Вот. Был установлен хозяин одной из машин. Потом не поленились, порылись в одноклассниках. Вот она лэпочка одноклассников. И установили вот этого господина, Дмитрия Куцурова. Когда начали переписываться, ну, в общем, по описанию, по всему, он просто подходил под главаря. Вот. Кроме этого, установили другие машины. Потом тюменцы помогли, установили место жительства. А потом тюменцы написали мне о том, что... Ну, так, было буквально день-два это все делалось. Потом они написали, что эти машины уже в Тюмени. И, в общем-то, по большому счету, получив вот эти крупицы информации, мне осталось сложить их в кучку. Что я сделал? Ну, поскольку настроение у меня игривое, а блог у меня называется «Ирония немножко стеба», то назвал я его «Мастер-класс по раскрытию преступлений для ментов Екатеринбурга». Значит, что важно? Помимо того, вот я лично не иду по тому пути, которым идут многие блогеры. То есть, вот они крикнули у себя в блоге и дальше ждут, что вот они в баре, к ним кто-то придет. Нет. Написав это, я не поленился отправить письмо на сайт заявления о преступлении, на сайт УВД города Екатеринбурга, чтобы они действовали. Более того, я попросил ребят, то есть, вот кто знаком с интернетом, тот знает, что такое волна. Знаете? Вот, все, я вижу, знают. Вот, мы просто организовали. Нет, не все. Ну, это когда просишь блогеров поддержать тебя, размещаешь, например, готовое заявление, отдаешь ссылку на сайт, например, прокуратуры и просишь это заявление туда отправить. Что происходит? Когда, ну вот я по Челябинскому знаю точно, что у нас вот было по конкурсу. Когда одновременно человек 200 туда отправляют, сайт просто ложится. И прокуратура уже не может сказать, что они ничего не делают. Но мы сейчас, исходя из своего опыта, делаем каким образом? Мы не только отправляем электронный письм, у нас кто-то один обязательно идет и относит еще бумажное заявление, чтобы получить штампик, чтобы они уже не могли сказать, что ничего не получали. Это крайне эффективно, это в свое время помогло найти вот этого подлеца прапорщика в Петербурге, знаете, да, который ни за что человека избил, нам в машине согласны. Знаете? Ну, опять не знаю. Знаете? Знаете. Замечательно, вот. И, в общем-то, эта волна в интернете используется. Здесь тоже она используется, она дала свой эффект. Вот. Буквально через 3 часа пресс-секретарь, или через 4, пресс-секретарь БВД Челябинска, Валерий Горелов, заявил, что да, спасибо блогерам, мы возбудили дело. Было возбуждено дело, были найдены два подозреваемых. К сожалению, обвинение сработало безобразно, и они оба ушли под подписку о невыезде. А вот 2 недели назад случилось очень радостное событие. Виктора Куцурова задержали. Вот. Дмитрия, извиняюсь, Куцурова задержали. Несмотря на то, что его родители, да, не последние люди в контр-марсистском округе, несмотря на то, что они, ну, догадайтесь, члены какой партии исполкомов, вот в жизнь, не поверите, единой России, да, которые там воротили все, что хотели, они не смогли его уберечь, хотя они активно противодействовали задержанию собственного сына. Сколько ему лет? 26 на тот момент. Это, вот тоже, извините за резкость, тоже подлец редкостный, значит, 2 или 3 года назад в совершенно пьяном состоянии гонял по Тюмени, въехал в машину женщина, то есть она в тот момент только начинала водить, и она от бордюра шла влево, совершала маневр в ряд. Он врезал, ушел по касательной на остановку, убил двух человек, опа, то есть это все время я говорю без микрофона, замечательно. Убил двух человек, и ему ничего не было, ему папа новую машину купил, а женщину осудили на 5 лет. Ну так, это факт. Да, то есть, вот так вот, вот красненько, если вот, то вот так. То есть на самом деле, на самом деле, я все хотел сказать, что если у вас есть желание, если вы умеете работать с информацией, нет ничего сложного, это вот второй еще хорер, вот видите, но это уже не я, это мне дали тюменцы, видите, вплоть до того, что адрес там, машина там, то есть это все легко вытаскивается, вся информация. Вот это второй подозрение. Вот, вот люди дали дом, где он живет, понимаете? То есть если вы умеете работать, если вы умеете с людьми общаться, ну информацию найти вообще не проблема, просто не проблема. Да, и самое главное, если у вас есть желание. Все, господа, вопросы? Можно спросить еще про Бор? Нужно. Да, я как человек, очень любящий природу, значит, поддерживаю вас в этом деле важном, готова выйти, мы не очень далеко друг от друга живем, готова поддержать вас даже и физически в этом плане, в плане защиты Бора. Ирина Артемова, город Пермь. Приятно. Значит, вопрос вот какого плана. Я давно смотрела фильм, он называется «Амазонка в огне». Да, там тоже шла речь о защите деревьев. И герои этого фильма, отчаявшись, говорят такую фразу, что рано или поздно ты выходишь на классовые вопросы. Вот вы не боитесь этой ситуации, что рано или поздно мы выйдем на классовые вопросы? Вы имеете в виду политический вопрос, политику. Но вы же понимаете, кто защищает Бор и кто его хочет разрушить? Мы уже на это вышли. Мы, извините, люди, мы бросили еще в конце, они ушли у нас в конце прошлого года. Я вам даже больше скажу, мне посчастливилось общаться, продолжаем общаться с Евгением Чириковой, известной вам, да? Вот она буквально еще в октябре прошлого года говорила, какая политика? Мы вне политики, мы вне партии. А в декабре, она уже сказала, достали. Понимаете? То есть, к сожалению или к счастью, не надо строить иллюзии, не надо заниматься лицемерием. К сожалению, в данной ситуации все эти вопросы, они политизированы. И вот поведение вот этих всех ребят, мягко их назову, оно есть результат той политики, которая проводится теми, которые сидят у вас в Кремле. Или у вас, у вас в Кремле. У вас. Понимаете, ну это совершенно очевидные вещи. Тут еще раз говорю, тут есть немножко другой вопрос. К сожалению, очень много безверия у людей. И приходится порой людей просто убеждать. Вот заходишь в Бор, реально то, что я делал, заходишь, с оружием начинаешь разговаривать, они говорят, а у нас все равно ничего не получится. Десять минут разговора, две листовки, они приходят на пикет, показывают, ну смотри, видишь, 20 провокаторов стоит, вижу. А он, видишь, лично руководитель ей расстоит, за нами, вижу. А вот камеры, видишь? И у них глаза загораются. То есть они понимают, что мы чего-то из себя представляем. Понимаете? Но вот это тяжело, ломать это тяжело, к сожалению. Или к счастью, не знаю. Да. Скажите, пожалуйста, как вы отслеживаете информацию, которая вам поступает? Или на форуме вы смотрите, то, что вам блогеры присылают? Ну, это относительно преступления. Если я считаю информацию недостоверной, я им не даю. Все просто. Как вы можете определить, если вам другие кризисы? Понимаете? Всякое расследование, это теорема. Все теоремы проходили в геометрии. То есть должна быть некая система доказательств. Понимаете? Вот если я вижу систему, что есть доказательства, и вывод получается, вот тогда я это публикую. Если я этого не вижу, я говорю, ребят, извините, здесь не хватает какой-то информации. Некоторые на меня обижаются. Им очень хочется, чтобы я про какую-нибудь семью написал, что ей нужна сейчас помощь. Я говорю, ребят, а я с чего возьму? Сейчас колявщиков, мама, не горю, сколько. Если есть документы, что ребенок больной, если есть, мы размещаем, мы помогаем. Детям, мы реально помогаем. С помощью, кстати, СМИ. Спасибо, регионально. А если я вижу, не доставляю себя, просто напишу у себя. Потому что я помню то, что товарищ говорил. Да, при всей моей внешней наглости, я понимаю, что на меня могут подать в суд. Или меня могут обвинить в нечестности. Или в желтых нефорной информации. То есть вы фильтруете. Обязательно. Вы только не отвечаете, а как вы это делаете? Как вы проверяете? Вот вы видите сообщение о чем-то. Что вы предпринимаете, чтобы проверить, насколько эта информация достоверна? Для профессионального журналиста это очень важно. Дорогие господа, я прошу меня извинить. Я вынужден убежать. Я... Солот ответ. Не, 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 не. Убежали. У меня через час съемка не уходит. Поэтому вы меня отпустите. Я, честное слово, вернусь после обеда. Я готов буду с каждым пообщаться. Хорошо? Я буду здесь где-то часа. Ну, я думаю, в 4 я точно буду. Вот я буду весь ваш и до упора. Договорились? Вот начнем-то готово. С технических баллов. Договорились. Спасибо огромное. Спасибо. Я не прощаюсь.